Экс-глава Каталонии Карлес Пуч Димон потребовал от Мадрида освободить бывших членов правительства автономии, которых накануне арестовал Верховный суд Испании. Об этом политик заявил в эфире телеканала ТВ3. Испанское государство решило посадить в тюрьму вице-президента Каталонии и законных советников правительства, избранных на выборах 27 сентября. Это ошибка, очень серьёзная ошибка. Это серьёзная атака на демократию. Они взяли под стражу политических лидеров за то, что они выполнили свои предвыборные обещания, которые были даны перед парламентом при всеобъемлющей поддержке населения. Это акт, который подавляет принципы демократии. Восемь отстранённых членов руководства Каталонии арестовали на время расследования дела о неповиновении, мятеже и растрате. Всего по мнему проходит 14 человек, в том числе Пуч Димон. Накануне он и ещё четыре его соратника отказались приезжать на допрос, после чего испанская прокуратура запросила международный ордер на его розыск и арест. Адвокат Пуч Димона подчеркнул, что политик не приехал, цитата, «из-за плохого климата», но вообще не собирается скрываться и готов сотрудничать с бельгийским правосудием. Сейчас экс-глава Каталонии, напомню, находится в Брюсселе. По словам его юриста, он будет выслан в Испанию, если все юридические инстанции Бельгии подтвердят ордер на арест. Обвинения против Пуч Димона и бывших руководителей автономии связаны с действием каталонского парламента. 27 октября он проголосовал за независимость от Испании. После этого правительство Каталонии отстранили и ввели там прямое управление. Борьба за независимость в 2017 году. Тема чуть ли не ключевая для международной политики. К нам сейчас присоединяется профессор университета Помпео Фабра в Барселоне Рубен и Николопов. Здравствуйте. Как вы думаете, история в Каталонии потерпела фиаско или продолжение следует все-таки? Это не конец точно, потому что проблема-то не решена. Проблема заключается в том, что существенная часть Каталонии, можно спорить об оценках, но примерно половина, она действительно хочет отделиться. И от того, что тех политиков, за которых они проголосовали, которые попытались воплотить это в жизнь, арестовали, желание это само по себе не пропадет. Скорее наоборот, это вызывает некое ожесточение, потому что это на самом деле политический кризис, когда у нас часть, может быть и меньшинство, но часть населения выражает некие определенные требования, которые другая часть населения не согласна. В принципе, это политический процесс, который решается каким-то компромиссом и так далее. Это не решается путем посадки судебных процессов и так далее. Это может погасить там текущую, на самом деле действительно кризисную ситуацию, вызванную прям объявлением независимости, но саму по себе проблему каталанскую это не решает. Она ее только отодвигает в частный декабрь. И, извините, что перебиваю, смотрите, вот результаты, проведенные 1 октября референдумом, когда, несмотря на жесткое противодействие Мадрида, жителей Каталонии, по данным местных властей, высказались за независимость. Глава Каталонии Почдимон рассматривал как повод для диалога с властями Испании, но он не получился. Почему? Ну, если бы он рассматривал просто как повод для диалога, это могло бы не так катастрофически кончиться. Он вообще-то по основанию этого референдума действительно объявил независимость, при том, что даже по всем демократическим нормам, на самом деле, тут такая ситуация, в которой обе страны очень сильно передергивают демократические нормы. Мадрид, потому что, в принципе, не идет на диалог и решает проблемы через суды, которые, на самом деле, понятно, что полностью на стороне даже не просто Мадрида, а конкретной партии, текущей, находящейся на данном моменте власти. А каталанское правительство с тем же успехом, на самом деле, в начале выборы, которые были в парламент, они объявили это референдумом о независимости. Они там не набрали 50%. Они набрали очень близко, но не набрали 50%. Потом был этот референдум 1 октября, на котором тоже они набрали 90%, но 40% явка. И, в принципе, на референдумах это достаточно стандартная демократическая практика, что, вообще-то, считается не от явки, а от общего количества зарегистрированных избирателей. Тогда это все-таки не 90%, а, получается, там, 35-36%. Объявлять на основании этого независимость тоже по всем демократическим нормам достаточно странно. Поэтому, если бы они продолжали, как каталанское правительство, использовать это как аргумент, действительно, как такому очень серьезному диалогу по поводу будущего каталанска, в Каталонии, это воспринималось бы немного более нормально. Когда это было использовано как возможность объявления независимости, это было не так. Рубен, скажите, а вот вы только что сами упомянули, что только 40% жителей региона пришли на участки в Каталонии. По вашим ощущениям, насколько единодушно это стремление к независимости? Коротко скажем. Нет, безусловно, не единодушно. Разделение тут по всем опросам общественного и так далее. На самом деле сейчас примерно разбивка в пределах статистической прогрешности 50 на 50. Людей, которые хотят отделения, не хотят отделения. Потому что во многом тут демография играет свою роль. В Каталонии все-таки большое количество людей, которые в принципе даже не каталанцы. А потомки, очень много людей приехало в 60-е, 70-е годы из Андалузии, когда здесь был экономический подъем. Эти люди, безусловно, против отделения. Многие люди, которые просто по экономическим соображениям не хотят отделяться, также против этого отделения. На самом деле проблема в том, что действительно здесь очень тяжелая ситуация, заключающаяся в том, что даже внутри Каталонии единства нет. И в такой ситуации, вот именно в такой ситуации, обычно проблемы решаются исключительно диалогом и поиском каких-то компромиссов. Которого на данный момент не происходит вообще. Что ж, благодарим вас в прямом эфире из Барселоны. С нами был профессор университета Пампы Фабра, Рубен и Николопов.